Всем привет! Это передача «Контрольная закупка» и я Лёша Воробьёв. И сегодня среди всего вот этого вот индустриального безобразия я оказался абсолютно не случайно. Дело в том, что я очень люблю пить томатный сок. Серьёзно, после концерта, после футбола, когда поиграешь так, чтобы прям вот набраться сил. И сегодня мы с вами узнаем, из чего же всё-таки делается тот самый томатный сок. Пошли посмотрим. Ну а разобраться мне во всём поможет технолог Елена. Елена, скажите мне сразу сходу непросвещённому любителю томатного сока, что происходит именно здесь, на этом этапе? Это начальный этап производства томатного сока, где закачивается концентрированный сок томатный. В почек. Классно. Очень, конечно, похоже на что-то из фильмов ужасов больше, чем на концентрированный томатный сок. Вот это вот тебе зачем? Это для того, чтобы пакет полностью освободить концентрированного томатного сока. А, как через... Да-да-да. Мы ещё сделаем это? Да, довольно-таки тяжело. Если здесь работать, можно в тренажёрный зал не ходить. Куда вставлять? Вставляем в серединочку. Ну, держись. А пальцы надо беречь здесь или это не обязательно? Вот. Теперь томатный сок. Концентрированный освободили. И сейчас мы должны включить воду. А пистолет можно, да? Да, можно. Включайте пистолет и смоем все остатки томатного сока. Сейчас я поруковожу процессом. Ух ты, томати будем все. Так, не, ну здесь всё понятно. Да. А что дальше происходит вот с этим всем, что мы здесь наделали? Куда идём дальше? Мы проходим в купажное отделение. Что это за место? И что здесь происходит? Это у нас следующий этап производства, где сок до требуемого объёма. Мы тщательно его перемешиваем, засыпаем через микрокомпоненты соль и... Соль? Да. Ведёрочком? Да, пожалуйста. Я готов. Ой, бедный Лёша. Сюда засыпаем соль, да? С мешком вместе или без? Нет, без мешка, конечно. Отлично. Куда нажимать? Красную? Синюю, зелёную? Зелёную. Вот эту? Да, вот эту. Здесь написано, что это миксер. То есть там всё перемешивается внутри? Да, там всё тщательно перемешивается. Когда томатный сок готов, лаборатория проверяет на физико-химические показатели. Дальше сок поступает на пастеризационную установку. Пойдём, я тебе покажу. Пошли. Здесь, значит, сок очень быстро нагревается до температуры пастеризации 117 градусов и также быстро охлаждается. Сок охлаждается и нагревается? Да. То есть его кипятят? Да, практически его кипятят, но очень быстро. Там же отлаза. Поп, 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 поп. Там сейчас, по-моему, только что хвостик от помидора проплыл. Нет, для вас этого не может быть. Я пошутил. Аккуратненько. Спасибо, Алёша. Так, ну здесь всё понятно. Здесь я буду инструктором сам. Хорошо. Здесь, в этой машине берутся коробки. Формируются. Формируются коробки. В асептическом потоке. Наливается сок. Обязательно. Тот, который мы с тобой приготовили. И после этого, я не знаю, куда они больше одеваются, эти коробки. Я не понимаю. Дальше они идут по конвейеру. Так вот оно, это место, да? Вот это уже конечный продукт наш, который мы сделали сами. Да. Поскольку мы это сделали, мы должны это попробовать. Я считаю. Обязательно. Главное, чтобы никто нас не спалил. Вкусно? А как ты думаешь? Я думаю, что очень вкусно. Давай. Очень вкусно. Ну и после того, как пробочки наклеены и все коробочки посчитаны, что же с ними происходит дальше? Готовый пакет упаковывается и отправляется на склад потребителю. Все? То есть конец? Да, конец. Елена, как бы мне вас обнять, да так, чтобы сок не попортить? Вы чудо. Спасибо огромное. Это была замечательная экскурсия. Сегодня я получил огромное количество ценной информации и запасы томатного сока на целый год, что не может не радовать. Конечно же, вам не остается пожелать, чтобы вы пили только полезные соки, были здоровы. С вами был Леша Воробьев и передача «Контрольная закупка». С вами был Леша Воробьев и передача «Контрольная закупка»!